Две с половиной тысячи жителей села Соколовка, что в североказахстанской области, больше полувека страдает из-за отсутствия качественной питьевой воды. В местных скважинах она пригодна разве что для хозяйственных нужд. Люди боятся поливать ею даже огороды и говорят устали от равнодушия чиновников. Местные власти в свою очередь винят сибирскую язву. Анастасия Андроняк с подробностями. Мы живем озеро одно, озеро другое. Ишим, речка, пожалуйста. А воды нет? Живем на воде, а воды нет. Сергей Нечаев в Соколовке, что в 40 километрах от Петропавловска, живет больше полувека. Говорит, беда с водой здесь была всегда. Раньше на Иссиле стояли насосы, которые подавали речную воду в башню. Оттуда водопровод. Но из-за большого содержания солей пить ее было невозможно. За 50 лет изменилось многое. Но только не эта проблема. Вот в этом колодце максимум 200-300 литров. Потом, когда выкачивается вода, надо сидеть, сдать часа 3-4, чтобы еще вода прибыла. А у людей вообще нет? За километр до колонки бегаем. По качеству воду завали на анализ. Там вообще трубный яд находили. Общая протяженность изношенного водопровода чуть более 12 километров. Часть его проложили еще в 70-х годах. При этом трубы проходят лишь по половине населенного пункта. Жители Соколовки стали бурить скважины, но не помогло. В колодцах и скважинах вода непригодна к употреблению. Не пить, не поливать, потому что растения от нее гибнут. С города канистрами возим и готовим на этой воде. Многие люди поставили автоматы, машинки. Дома все. Сейчас мы уже хорошо живем. Есть умывальники, есть бойлеры. Все есть, а воды нет. По словам Акима из сельского округа, еще в 2013 году разработали ПСД на проведение новых водоразводящих сетей. Как вдруг выяснилось, что в самом центре Соколовки санврачи обнаружили захоронение сибирской язвы. Откуда оно взялось за 9 лет, так никто и не ответил. Мы были руководством района в комитет по водным ресурсам, где, да, действительно, был такой проект. Мы нашли проектировщика, нашли указания о том, что органы санэпидемзащиты действительно красным карандашом отказали в строительстве. А это значит, что в пределах одного километра от участка земляные работы вообще не должны проводить, говорит Аким. Нами весь материал собран, передан в органы прокуратуры на рассмотрение, то есть действительно ли находится очаг сибироязвенного захоронения здесь, в Соколовке. И таких сел, как Соколовка, остро нуждающихся в качественной питьевой воде в регионе немало. Но областные чиновники настроены оптимистично. По их данным, уже 409 сел с населением в 240 тысяч человек обеспечены централизованным водоснабжением. Из 409 сел, обеспеченных водоснабжением, в 287 селах имеются разводящие сети. В целом, обеспеченность населения области, включая города, качественной питьевой водой составляет 91,5%. До 2026 года местные власти намерены провести воду еще в 226 населенных пунктов. Войдет ли в их число Соколовка, по-прежнему непонятно. Неизвестно, и сколько еще жителям одного из когда-то перспективных сел придется стучаться в закрытые двери. Анастасия Граняк, Евгений Мутыль, Astana Times, Североказахстанская область.